Итак, здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр Барановский. Сегодня у нас в гостях Денис. С Денисом мы уже встречались два сеанса, прорабатывали его некоторые проблемные вещи. Сейчас попрошу Дениса, чтобы он примерно сказал пару слов по поводу того, как для него это прошло, какие результаты, уже двух встреч предыдущих. Ну да, две встречи у нас было, это было буквально две недели назад где-то так. Прорабатывали мы чувство стыда и чувство обид. Причем так получилось, что и фактически одно, и второе чувство корнями уходило в утробу матери, что для меня было очень необычно, потому что мы же не осознаем себя в этом возрасте, в этом состоянии, то есть даже еще не родившись фактически. Вот. За эти две недели, ну, во-первых, состояние сразу после сеансов, оно такое окрыленное, приподнятое, да, очень мощное такое впечатление, что в тебя поставили там несколько сотен энергайзеров, да, тебя прет и колбасит. Энергия высвобождается, да, которая будет? Да. По самой проработке этих чувств, очень большое удовольствие или облегчение принесло то, что ты, ну, вот мы знаем, да, что эмоции, которые накапливаются, они требуют потом какого-то физического выхода, да, и вот это вот состояние обреакции, когда ты физически высвобождаешь свои эмоции, то есть у меня было такое впечатление... Да, обреакция, чтобы люди понимали, это перепроживание какого-то травматического события в прошлом, то есть полное перепроживание со всеми вот чувствами, со всеми мыслями и всем остальным. То есть, ну, это выход вот этого всего, что копилось. У меня было такое впечатление, что я вот всю жизнь сгорбленный ходил, и в состоянии гипноза я все пытался выпрямиться, выгнуться вот в обратную сторону, и потом это реальное физическое облегчение, которое ты чувствуешь на протяжении, ну, вот я чувствую на протяжении уже двух недель. То есть у меня нет вот этого состояния зажаться, как-то спрятаться. Ну, вот. Особенно важной для меня была проработка обид, чувство обиды, что лично мне доставило невероятное удовольствие. Это то, что мало того, что удалось простить всех обидчиков, еще и был шанс им отомстить, фактически. То есть, наверное, вот это вот и дает вот это чувство высвобождения, чувство легкости. По поводу того, вот, когда ты находишься в этом состоянии, очень интересное ощущение, потому что и я много читал и видел санксов гипноза, и мне казалось, что это на самом деле какое-то состояние, куда ты проваливаешься и ничего не понимаешь, что происходит, как происходит и что с тобой, и тебе могут вдуть там невероятные какие-то вещи, ну вот, что ты выйдешь там из кабинета голый, пойдешь по улицам ходить. На самом деле состояние, когда ты полностью отдаешь себе отчет, отдаешь себе отчет в своих словах, в своих действиях каких-то, ты находишься абсолютно в сознании. То есть, я понимаю, что я сейчас в состоянии измененного сознания. То есть, ты никуда не проваливаешься? Я никуда не улетаю, я никуда не пропадаю, я абсолютно в сознании. Момент, что мне кажется, что сеанс длился 20-30-40 минут, на самом деле, там проходило полтора часа, и два с половиной часа у нас были сеансы. Чувство физического отдыха после самого сеанса. Восстановление, да? Да, реальное восстановление, потому что у меня были проблемы с бессонницей. Это приятное ощущение, на самом деле приятное состояние. Когда мы проработали обиды, у меня совершенно по-другому, ну, можно сказать, какое-то мировоззрение в этом плане изменилось. То есть, трансформации, они были мгновенные налицо. То есть, сразу ты почувствовал и сразу уже ощущал, что что-то в тебе уже работает абсолютно. Да, да. Причем, у меня было ощущение, что это было со мной всегда. То есть, вот эти вот новые убеждения, взгляды на обижаться, не обижаться, когда человек обижает, не обижает. Вот такое впечатление, что у меня это было всегда. То есть, если сравнивать, можно годами сидеть на диете, ходить в тренажерку, качаться, чтобы приобрести себе фигуру. А можно пойти сделать ипосакцию, там, через полтора часа, грубо говоря, ты имеешь те формы, которые ты хотел бы. Это приблизительно так происходит с гипнозом. Ну, в моем понимании с гипнозом. И по ощущениям, да? И по ощущениям, да. И самое главное, что ты не думаешь о том, что кто-то там, что-то тебе какие-то в твоей системе сделаны отстройки, там, прошелся антивирусом. А это твои личные убеждения. То есть, тебя просто подводили к этим убеждениям. Ты их переосмыслял, перепроживал. И принимал уже как должное сам. Никто тебе ничего не внушает, что обиды это плохо, обижаться нельзя, там, и так далее. Ты сам приходишь к этому пониманию. Но если в реальной жизни ты вроде бы понимаешь, что нельзя обижаться, там, и обиды могут, там, и к каким-то психосоматическим проявлениям, там, к болезням привести, и так далее, ты вроде бы это понимаешь. Но полностью осознать и признать это как некий какой-то вывод или мировоззрение, с которым ты родился, и которое у тебя изначально там сформировалось в детстве, у тебя этого не получается. То есть, ты вроде и понимаешь, что ничего сделать с собой не можешь в такое состоянии. А тут ощущение, что ты с собой это сделал. Вот. И изменения, да, они радикальны, и они фактически одномоментны. Ага. Хорошо. Так, то есть, по гипнозу ты можешь сказать тем, кто боится этого, кто еще думает, что-то страшное там проваливается, то есть, что ты можешь им сказать, вот, исходяешь своего опыта, там, думаешь? Когда меня друзья, там, знакомые, родственники спрашивали, а как, а ты не боишься, а вдруг, там, тебя обманут, деньги из тебя высосут, там, весь кошелек ты опустошишь. Это все чушь. Ага. Событием своей жизни, там, или ощущением, или чувством, ты сам можешь это мгновенно прекратить. Ага. Это не зомбирование, да. Ты все прекрасно понимаешь, я все прекрасно понимал, я помнил каждое свое слово, что я говорил. В некоторых моментах, там, когда я, допустим, не хотел называть какие-то имена, там, или что-то, я совершенно спокойно себя контролировал, никто из меня ничего не вытягивал. У меня не было какого-то чувства стыда за то, что я говорил, там, или делал. Угу. Был очень прикольный момент, когда еще находясь в состоянии гипноза, уже сделав какой-то определенный вывод, да, ты спросил, насколько бы изменилась твоя жизнь, да, с новым решением, с новым выводом, я понимаю, что она изменилась, ну, вообще капитально в корне, и я просто стал ржать, и это продолжалось достаточно долго, и я помню, да. Ну, это очень глубокое переосмысление было, очень глубокое, и радует то, что я сам сделал эти выводы. Угу. Отлично. Скажи, сегодня какой момент ты хотел бы проработать, ну, вот, чтобы мы зафиксируем? Ну, у меня, наверное, как у любого человека есть определенный страх знакомства. Угу. Особенно для мужчин это очень. Да. Для ребят молодых это актуально. Да, наверное, это продиктовано большей частью, я не знаю, может быть, в процессе работы выяснится, что это где-то корнями в другое возраст, там, или события уходят, но мне так кажется, что сейчас, поскольку мы все виртуализированы, да, для нас гораздо проще так начинать общение, знакомство, а потом уже как-то развиртуализироваться. Вот, и, наверное, поэтому, поскольку, да, я много времени провожу в интернете, там, в силу работы и образа жизни, никакого, не знаю, неважно, реальный страх знакомства в жизни, он существует, он есть, то есть я, там, не знаю, еду в метро, я прихожу на выставку, там, иду в театр, концерт, неважно, я вижу девушку, там, она может быть даже одинокая, и я вижу, что и кольца на пальце нет, да, и, то есть, вроде, бери, подходи, что там, привет, привет, как дела, давай познакомимся, там, меня тут так-то, вот, тут еще возникает боязнь показаться тупым пикапером, ну, вот. А скажи, у тебя только с девушками возникает страх знакомства, или с каким-то, вот, ну, мужчиной, просто, вот, какой-то важный, блядь, не человек, хотел бы познакомиться, но что-то тебя внутри сковывает и тормозит. Оно не то, чтобы сковывает и тормозит, но очень сильное волнение есть всегда, то есть у меня всегда начинает потеть ладони, у меня начинает, там, легкая дрожь по телу появляться, я постоянно прокручиваю все диалоги с возможными невозможными, вариантами ответа и так далее, то есть, сильное волнение при реальном, там, просто новом каком-то контакте, оно тоже присутствует. Скажи, пожалуйста, а вот когда, вот, какой-нибудь, сможешь привести случай, что с тобой происходило, когда ты подходил, например, к девушке, пытался познакомиться, ну, или где-то, вот, рядом, что-то, вот, у тебя была попытка, и, хоп, какой-то, вот, был стопор у тебя внутренний, и не получалось, что ты при этом чувствовал, можешь, какой-то, вот, момент вспомнить? Как у тебя это происходит просто, расскажи людям, чтобы... Я скажу, что у тебя даже до момента подхода и попытки знакомства у меня не доходило. Ага, то есть, настолько сильно тебя это все сажает? Да, оно, ну, то есть, оно останавливает, как будто стеклянная стена, то есть, я понимаю, что, реально, головой понимаю, что, вот, подошел, взял, подошел, привет, привет, вот, но вдруг она как-то не так посмотрит, и вот это какое-то состояние, каменеешь, каменеешь, застываешь и понимаешь, что, вот, ну, все, взял, подошел, оп, а нет, нет, то есть, это не то, чтобы какой-то физический зажим, это просто, вот, окаменение. Ага, я понял. Хорошо, тогда сейчас мы начнем, вот, вы посмотрите, как происходит непосредственно проработка, насколько, какие этапы, какие тонкости, какие моменты, как меняется человек, вот, ну, и сделайте для себя определенные выводы. Спасибо.